Тимофей Батыш Тимофей Батыш Тимофей Тимофей Многой Добрый день всем. Я расскажу про Мозилу как организация, чем она занимается и для чего она в целом занимается. Мозила как организация работает на том, чтобы интернет остался открытым для инноваций и для загаданных доступных ресурсов. Первый момент это открытый для инноваций. Что это означает? Будь-яку галузь можно назвать открытой или закрытой, что-то посередине. И в чем это вымиряется? Вымиряется это, как и большая вещь в свете, можно вымирять в хорошем. Сколько денег нужно вкладывать в свои дела, если ты пытаешься открыть свою справу в этой галузи, чтобы иметь шанс эти деньги отбить. Например, для того, чтобы открыть кавьян, нужно только для того, чтобы открыть ее, чтобы открыть ее, сняти в помещение. И если ты не планируешь там работать в какой-то мега-ресторан, то ты можешь вкладывать не много, но все равно эти деньги отбить. Если вы пытаетесь стать небольшим мобильным оператором на какой-нибудь микрорайончик, и у вас есть деньги на то, чтобы обозвать кілька сотовых вышек, то у вас все равно нет никаких шансов. Потому что вам нужно будет лицензировать частоты, вам нужно будет получать еще много дозволов, и это неможливо на них в принципе. Есть галузь, которая сейчас абсолютно закрыта, никто даже не думает о том, что она может быть иначе, что это, например, завязанная дорога. Открыть свою альтернативную завязанную дорогу, что в одних державе может быть несколько компаний, которые занимаются завязанными дорогами, это немного удивительно. Но так же, например, в многих странах раньше было. И оверхенд, лишние витрати, которые на этом выходили, он, конечно, сразу приходит голову, потому что они клали несколько рейв от одного места до другого, несколько параллельных вариантов, и клали. С временем все это было объединено в альтернативную саму галузь, монополизировано одно или иначе. И в этом есть резон, в этом есть практичность. Дуже схожи начались галузи, например, телефонии или радио. Когда только было вынуждено телефон, в многих местах, не тут, да, за океаном, на Атлантичном, в многих местах были свои местные операторы телефонного связка, которые тянули кабель, давали услуги. И с временем они все были объединены под одной крышей, под одним крылом компанией Bell. Потом она известна как компания AT&T. Потом ее разбили, и сейчас она все равно, как раз, возродилась и контролирует весь мобильный звездок уставки. Или, например, радиопередача. Когда радио началось, радио было, как сейчас интернет. То есть сейчас будь-хто может открыть сайт, а когда радио только выходило в мейнстрим, люди открывали свои радиостанции, маленькая Бавтийская церковь там открывала радиостанцию, там у магазина была своя радиостанция, их было безвеч. И на это не потребовалось дозволов. З часом, когда в эту галузь пришли большие деньги, а от же, появился запись на то, чтобы давать рекламу, чтобы эта реклама транслировалась по всей стране, произошло ухрупнение, монополизация. И потом, параллельно с этим, еще и компании, которые стали двома наибольшими компаниями, которые контролировали радиопередачу в штатах NBC и CBS, они пролоббировали еще и введение федеральных обмазок, и федеральная комиссия успешно использовалась для их борьбы с конкурентами, которые могли бы вынуждать. Например, когда была вынуждена частота методопередачи FM при консимодулейшн, она давала очень много возможностей для открытия новых станций, которые потребовали меньше энергии, чем AM. И это могло революционно назвать галузь докоринно. И эта технология была успешно задавлена с помощью федеральной комиссии по коммуникациям. Компании, которые контролировали галузь, просто, ну, не то чтобы занесли, но методой лоббирования, методой, как они рассказывали в прессе, они рассказывали в радиопередачах, что эта технология еще раз не готова, тут нужно быть обережным. И, в результате, когда дело пришло до того, что комиссия принимала решение, комиссия принимала именно такое решение, которое никак не позволило великим компаниям продолжать работать, как они делали. Дехто скажет, что эта технология могла быть использована и лучше, но она просто гнила себе в протяжении 5-10 лет, потому что ей не давали пользу. Потому что, если бы она была использована, то довелось бы кардинально менять бизнес. Великая компания этого не любит. Великая компания вкладывает в покращение, но покращение, которое они хотят, это покращение, как их называли, распропозиции, которые не меняют поточный процесс, но его немного покращают. Компания была очень известна тем, что у них была Bell Labs, лаборатория, которую потом они шли отменили. Эта лаборатория вынешла еще очень много чолом, из этой лаборатории вышло очень много нового. Работы, за которые дали Нобелевскую премию. Например, за нею не дали Нобелевскую премию, но эта штука меня изменила все наше життя, и вы ее используете до сих пор, там изоляция для праведей, буду молопластику. А еще, например, в 1950-е годы там вы нашли автовидоповедач. Можете себе выяснить, что в 1950-е годы, дослідник, который работал над передачей вплыва, записывал их на магнитные носии, придумал, что можно разговаривать на магнитные носии, и вносить прототип. В 1950-е годы, это стало известно только в 1990-е, и дослідники это нашли в их архивах, что у него был прототип, и он это передал на магнитные носии, и сказал, что какая интересная штука. Манеджмент на эту интересную штуку поделился и сказал, закопайте. Потому что, если люди будут думать, что их разговоры записываются, они вообще перестанут говорить по телефону. Это невозможно уявить, это обьяна, что галузь докторина, и поэтому это досліджение нужно закопать. И закопали мы. То есть, централизация может вкладывать большинство ресурсов в развитие, она может и экономить ресурсы, что уникает дублювание, но, поскольку все завязывается на решение кількох людей, и эти люди выражают свои позиции и посты, она несет в себе консерватизм. Мазилла как организация занимается тем, что вот такой ситуацией, когда несколько людей, або одна компания со своим финансовым интересом контролировала весь интернет, чтобы ей никогда не стало. А, на самом деле, сейчас есть такая тенденция, и если ее посмотреть, то можно увидеть, что такая небезпека реальность. Второй приоритет Мазиллы как компании – это загальная доступность. Для того, чтобы интернет был доступен для всех людей, независимо от их физических факторов, и их политических и революгийных перегонаний и рас. Очень много урядов пытаются контролировать, что их граждане видят, и что они не должны видеть. И Мазилла предоставляет эти технологии, и стоит за то, чтобы такого не произошло, чтобы люди могли сами выбирать из себя, что они хотят видеть. Конечно же, можно сказать, что в контроле и в цензуре тоже есть свои преимущества. Но если мы начинаем контролировать, то это значит, что мы находим кого-то, которому мы доверяем контролировать, и он начинает дальше развиваться со своими интересами. То есть лекарства, наверное, выходит, напевно, больше за самохорону. Всего два приоритета, над которыми у нас есть Мазилла. Потому что Мазилла – она гарантия, она все два приоритета ставит себе насамперед, а то, что она делает браузер – это один из инструментов. Найголовнейший, потужнейший из инструментов, который сейчас в Мазилле есть, но он не имеет мета, он не за себя. История Мазиллы, в том, что она была создана с 1998 года, когда закончилась компания «Недскейп» и не выдержала конкуренции, с ней было выделено тех людей, которые занимались разработкой браузера, тогда это был не браузер, тогда это был интернет-сьют, интернет-комбайн, пакет для работы в интернете. И он был организован, как разработчик проект. Долгий час они занимались тем, что разгребали старый код, который лишился после «Недскейпа». Работали этот проект, он не имеет широкой популярности и широкого рынка. В 2003 году ее переформировали компанию, не компанию, а фундацию Мазилла, независимо от правонаступника «Недскейпа», потому что «АулТер» они их отпустила в своё вильное плавание, и они получили деньги от пожертв, а главное, что они работали самим на себе. Те сотрудники, которым было интересно, это идея, и те, кто до них приедался, чтобы работать на этой идее. Это один сайт, если кто не знает. Сейчас вся информация концентруется на этом сайте, и его подсайтах. Ранее было несколько «Мазилла Корпорейшн» «Мазилла Ком», «Мазилла Горг Фаундейшн», «Мазилла Месседжинг», как бы занимался «тандер toothbrush». Сейчас всё это съезжает на один сайт, и всё будет там. Основные продукты다든side, как вы знаете, это «Файрфокс», цинкогоba, что вот исследование показася, «Файрфокс — это «тандер arche», образом, над которым работают работники из числа тех, кто получает зарплату на ними. И «Симанки» в «Мазилсе», очень известный проект «Идейно наступный первый интернетrepスейд», над ними проблема С этим добровольцем Mozilla Foundation помогает им, что они могут использовать билд-системы, все это выкладывается на мозиловские серверы, контроль кода идет через мозиловскую бакзилу, сам код лежит в тех же самых репозиториях, что и мозиловских, а только разработчики СИМАК и грашей не отридают. Который Foundation считает, что на них это тратить больше не зафига. То есть занимаются, поможем залезом, чем можем. И кроме того, безлеча других проектов, как додатки, сайт додатков, и другие сайты, про которые я расскажу вам про соблюдение. Далее. Структура мозилов, как говорится, организации наступна. Это ключевые разработчики, их примерно сотни. Ключевые разработчики, это те, кто ходит, те, кто тестует, то есть на заплату тестуют с системами машинного тестирования, системные администраторы, веб-разработчики, ключевые переходчики, их примерно 400-500, как я бы рассказал, сотни человек. Активные разработчики, их тысячи, активными разработчиками мы будем вважать тех, кто не працюет постоянно, часто, мало не каждый день на машину, а так иногда подделяют ей увагу, но это увага истокна. Додатковые перекладачи, люди, которые засилают какие-то патчи, люди, которые, те, кто про те негаразды, которые они находят в работной машине, не линяются, зайти на баксину и записать бак про то, что у меня не працюет. Те, кто перекладывает сайт поддержки, вся большинство поддержки Mozilla организована самыми пользователями. Есть такой сайт support.mozilla.com, построенный на базе ВИК, и там есть разнообразная поддержка для разных мозиловских продуктов. Это популярные статьи, ответы, и все таки. Помещники сотни тысяч, это те, кто хоть что-то делает, хоть, ну не совсем хоть что-то, там, отвечает на опитывание. Иногда засилает фидбэк через допомогу, надислятый витрук у Firefox, прислал пожертву, там в Mozilla есть программа невеличких пожертв, если вы невеликой организации, и много не можете прислать, пришлите, не много, ответы, возможно, вам Mozilla прошло по боку, там, или еще какие-нибудь невеличкие подарки. Если есть желание поддерживать в любую организацию финансовую, то есть такая возможность. Группа поддержки – это просто те, кто в курсе, что есть такой проект, в принципе, Mozilla, иногда там его лайкают, или как-нибудь совсем небольшим способом распространяют. И, власне, користувачи сотни миллионов, если быть точнее, то есть около 400-500 миллионов користувачей, которые используются в проект производства. И все это один в одном, как такой шар с разными, разными глубинами шарами организации. Те, что я начал рассказывать, это, так сказать, коренные Мозилы, которых не видно, но живут дерево Мозилы, дерево организаций. И если они усохнут, то тогда уже результатов тих плодов яблок, которых мы видим изверху, их уже не было. Это открыта рецензия, весь Мозиловский код имеет открыту рецензию, и этот код можно брать и строить свой продукт. Единственное, что регулировано и что належит, что не можно брать, это копирайт на назву властника, фэрфокс на место, еще несколько раз, и логотипы забрати. Меретократия, это влада кращих. Влада кращих, знову ж, вона повязана с наступной, это распределенность. То есть, кто больше принимает участие, кто больше працюет, кого больше видно, когда принимают какие-то важные решения о направлении проекта. СПИЛЬНОВЛАСНИК, это означает, что продукт, как продукт и как проект, он не принадлежит кому-нибудь одному, и кто-то один может его поменять на что-то еще. И «загальный добро», это то, с чего я начинал, это два принципа инновационности и «загальная доступность», ради чего все это является. Как результат, это все делается для того, чтобы улучшить взаимодействие людей с интернетом, а засоби этого дела, это, влажно, спілкувание, в Мазилах проводят разные конференции, заходы, фесты, продукты, которыми люди используются, «Файнфокс», «Контербюрт», заплаты, которые можно платить за разработчиком, чтобы, наиболее, чтобы люди работали целый день над этим офисом, которые имеют офисы в Штатах, в Сан-Франциско, в Париже, в Японии, и еще несколько недоих. Власне, прибудки, которые на все это тратятся, и там разные мелочи, типо зимущественные офисы. Далее. Один из результатов верности Мазилы – это то, что гегемония интернет-эксплорера шоуства была завершена, она тривала достаточно долго, и все сходятся, надеемся, что, если бы не проект Мазилы, то она тривала бы дальше, потому что, когда проект Мазилы только начался, это сейчас, кажется, что вы разработали правду, или хорошо, но что такое? А тогда, казалось бы, вы делаете браузер, а какие у вас шансы, а почему оно вообще нужно? Есть уже один браузер, которым используется 80-90% населения. Почему еще один есть? Оказывается, есть. И сейчас, тем, что сейчас, я купа браузеров, хром, опера, сахарящей, я разманусь, тей конкуренции, это средовище живое и развивается, очень бурхливое. Власне, сейчас, по-твоему, веб-браузерам, очень чудовий час. Столько всякого нового появляется, и это новое, проводится в жизни, примерно на протяжении 1,5 года. В то, что что-то говорилось, и оно потом появилось в новом браузере, мы нарезаем совсем немного времени. И все основные браузеры обновляются довольно быстро. Музила наступные версии выпускает через каждые 6 недель. Не потому, что мы гоним за наступными версиями, как числами, а потому, что просто есть такой градус. И через каждые 6 недель, то, что стабилизировалось, оно выходит в наступную версию. Так же, как правильный строк и опера, насколько она тоже выглядит, как пускай. Не просто, что вот мы берем код и выкидываем. Тут нет слайда, поэтому я просто помахаю руками и расскажу. Есть триступенчата система. Первое, это основное дерево разработки, это ночные сборки. От ночных сборок подпочковываются, так называемые, сборки «Аврора». Ось, власне, логотип «Аврора», можете себе взять, теперь вы знаете, что это такое. Это, грубо говоря, беты. В эти сборки беты уже ничего не додается. Звучит только выкидаются те фичи, которые еще не могут работать. После того, как их всех выполнили, мы уже перекладываем проект в галузь, в стадию беты, я имею в виду, который уже будет релиз, в кандидат, уже все готово. И на этой стадии его еще 6 недель стабилизируют. То есть 6 недель в одной стадии, 6 недель в другой, 6 недель в том, его тоже делится. Если что не готово, его просто выкидают и перекладывают в ступник. И каждые 6 недель, что-то уходят, что-то происходит. Недавно вышла версия 12 фаерфоп, где основное нововведение в том, что от 12 версии фаерфоп будет обновляться тихо, непоминно, даже ничего не перепутывая, кроме каких-то возможных случаев, чтобы не доработать его частными обновлениями и перепутыванием фаерфопа. Ну и, конечно, додатки тоже уже в большинстве своей совместно автоматически. Про то, что додаток обновился, потому что фаерфоп поменялся, такого тоже почти не нуждаются. Ну, после того, как интернет скоро закончился и все забылило, наступный уровень, он наступный уровень, как вы. На этом уровне можно по-регулировать это довольно так. Конкурировать фаерфоп с хромом очень сложно, и не потому, что хром настолько добрым браузер, а потому, что гугл кампания настолько большая и большая. Конкурировать с компанией, у которой только маркетинговый диджет, несколько раз больше за Мазиловский взагалі. Досить важно, и доля хрома сейчас росте и росте. Вы ставите себе скайп, и скайп пропонует поставить заодно и хром. В этом у меня есть певная ирония, потому что скайп не наложит микрософту, но он его так и пропонует. И еще много других программ. У гугла есть деньги на то, чтобы его ставить. У гугла есть, в общем, гугл пом, который сейчас тоже, когда вы туда заходите на хромом, говорит, что не поставите вам хром. Ну, Мазила таких порчалок не имеет. Добро пожаловать, как вы делаете своей качественностью и спільнотою. Над качественно работают постоянно, он уже по многим вымирюваниям споживает меньше памяти, чем хром. И над этим будет продолжать работать. А кроме того, что сейчас есть бортливая конкуренция среди браузеров на десктопах, изменяется вообще свет и изменяется в сторону планшетов, планшетов и мобильных ресторанов. Вот это график продажей и использования планшетов, телефонов и компьютеров. Это делал Нью-Йорк Таймс такой анализ. И по их прогнозу, уже через несколько лет доля мобильных пристроев и планшетов преважает долю настольных компьютеров. Что означает, что та война, которая сейчас точится между браузером и настольным компьютером, она не будет призначенной для будущего интернету. А визначально будет те, кто откусит какой-то кусок и займет какую-то долю на рынок мобильных пристроев. Потому что из них будут переходить люди, и ними будет больше использоваться. И поэтому это очень важно для Мазили отримать свою долю в этом рынке. Не для того, чтобы продолжать истиновать, она продолжает истиновать в этой еще иной форме, а для того, чтобы, маючи эту долю, иметь какой-то инструмент на то, чтобы изначать, как эти мобильные пристрои будут развиваться. Так же, как она изначала то, что будет происходить с интернетом на десктопе. Что не случилось такого, что весь интернет контролируется одним браузером, и все должны работать над ним, и он, соответственно, дупиняется. То есть, маю право сделать так, чтобы вы пользовались ним только на одной операционной системе. Далее. Как один из проектов, который Мазила ведет для того, чтобы откусить себе галузь на эту рынку, от которого зависит наши мобильные. Первый – это мобильный файфон, мобильный файрфокс, облик на андроид. И его сначала работали на технологии XO, а сейчас его облик на, как рейнер андроидовое приложение, и оно будет работать швидше, якіснейше, и споживать меньше память. Воно сейчас достаточно так. Файрфокс мобиле. Нет, это не файрфокс мобиле, это другой проект, который называется БУДКЕК. Это телефон, который работает на Линуксе, как операционная система. Он использует бинарные драйверы под андроид. Потому что много разработчиков в телефону выпускают под эти телефоны свои бинарные драйверы, а не в source. И позволит их использовать. И выходит такая структура. Линукс, андроид, драйверы под андроид, а все вверху, весь интерфейс, весь десктоп, все программы, которые на нем работают, это HTML5. Это JavaScript, и это HTML на розыске. Конечно, в обычном HTML и JavaScript нет таких интерфейсов, которые нужны для того, чтобы работал телефон, он там для дзвенков, для вибраций, для камеры и т.д. И все эти интерфейсы сейчас Mozilla одночасно и разработает, и заселяет для стандартизации в ВТВЦ, как организация. Например, интерфейс для камеры, для вибраций уже в ВТВЦ мази стандартизовала. Далее. Этот проект сейчас в стадии альфы, бета будет где-то влитку, а уже подписана одна угода с оператором в Бразилии, наибольшим телефон, который называется. Там они цей телефон, цей системы будут с 2013 года начать поставлять пользователя. Далее. Далее, власне, все. Если у вас есть вопросы, буду рад. А могу ли вы рассказать конкретно, что делать в организации, которую вы представляете? То есть украинская филия, это можно сказать, в Мазиле Фондейшне? Так или правильно? Ну, украинская филия, это было немного сказано, потому что официально... И как у вас роль? Официально в Украине в Мазиле нет. В Украине есть 5 раз для них по ризным местам, которые занимаются локализацией и на других своих университетах, которые еще, где есть желание, читают лекции. Вот так. По поводу, тут я хочу, можно вопрос? Ага. А как, вообще говоря, предполагается, конкурировать за рынок? И в чем преимущество перед таким подходом перед созданием собственного фирменного ланчка? Ну, просто экрана запуска на основе того, что происходит? Собственно, экрана запуска это как? Ну, наоборот, только ленинги не пишут ланчеры. Да. В чем преимущество такого подхода перед созданием фирменного ланчка от Мазилы? Потому что есть возможность писать свои программы на Айш-Тейнерке. Не только ланчер для допусков сайта каких-нибудь экранов, чиновниковых программ. А, власне, самих программ, которые... Ну, сейчас я... Если вы знаете JavaScript, хотите написать программу под Android, есть несколько проектов, которые позволяют писать вам на JavaScript, а потом компулировать всю программу в Android-код або даже в код от iOS. Так вот, то, что вы выяснили, вам не нужно будет компулировать, оно будет запускаться прямо так. До речи, продолживши тему Android и iOS, я хотел бы поделиться еще таким моментом, почему Мазилы не имеет под iPhone, и почему ее, пока что, не имеет под Windows Phone. Тут очень просто. Лицензия iPhone, ну, iOS, те программы, которые допускаются,